всем привет всем привет ребята сегодня у нас такой сборный влог за последние пару недель потому что последнее время у нас такое время перемен мы обновляем наши визы уволились наши подработки на заводе сейчас еще новую мы через пару недель будем сдавать большой международный экзамен по японскому языку и в общем в этом видео мы собрали для вас самые интересные моменты на своей жизни за последнее время у меня на футболе и 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 хотели бы мы сказать что вау это было так интересно и классно мы нашли работу мы нашли универ мы нашли все на самом деле это бы очень интересно просто пошли жрать мы сейчас занимаемся тем что обновляем нашу визу и нам конечно же нужно кучу документов и новую фотографию и что мы идем вот это автомат в котором делается фотография не все находятся обычно на каждой станции в каждом районе короче очень легко найти но суть в том что одна фотография стоит 900 йен ну вот такая вот их 4 копии но 900 йен а если вы хотите еще супер красивые чтобы вас отбелили тут вот за 900 вас просто делать чуть красивее здесь еще отбелит короче будет вообще прям вот из такой вот станете вот такой вот и есть какой-то там супер опция за 1100 что делаем мы покажи этот лайфхак мы пришли вот в эту будку да и все у нас есть вот просто предложению порезаете фон какой на другого цвета делать да но можно на синий мне кажется без проблем вот мы просто покажи какие фотки у нас вышли с тобой я думаю конечно здесь лучше но покажи настоящий но такой у тебя все макшот натуральный хаппи с новой визой вот пользуйтесь лайфхаком не благодарите но лучше благодарите в комментариях имели неосторожность зайти на наш у детских как-то как по-русски приемная и потратить 300 тысяч прям внутри школы заплатить за учебники нет учебники по 5000 примерно за учебу 250 25 за общагу 13 за коммуналку итоге 300 тысяч в минус девочки это конец мы сегодня пишем очередной пробник очень первый из двух ну не знаю такое ощущение что у кэнтри я совсем не готова я был очень стресс я хотел хотел кумой маме вот такой вот у нас с катей перекус в 9 вечера на перекус таксиста в 9 вечера на станции кибукуру которую мы решили посетить по пути по пути домой на а то знаете ехать четырьмя пересадками проголодались до приезда в японию никто не может понять того почему японцы на празднике дарят друг другу фрукты но когда ты приезжаешь сюда и живешь достаточное количество времени ты понимаешь потому что вот такой вот арбузик вот вы можете его примерно сравнить с моей рукой не знаю килограмма 3 наверное стоит вот столько тысяча шестьсот двадцать ен что это что такое пахнет вкусно но он желтый ну специально желтый ты хотела да желтый нет я не хотела но мы еще не пробовали желтый пахнет вкусно подождите вот так вот сделаем на вкус арбуз ладно ну конечно и пахнет арбузом мы с девочками что-то прогуливались их видели вот такие огромные кусты я забыла название этого цветка сейчас катя мне подскажет скажи название цветка я забыла гортензия гортензия извиняюсь у меня вылетела игра ладно завтра придем сюда упасть туда есть покажи да вот тут да нет нельзя а вот эти с вами упали дучи тоже в центре обкранали красиво не берем с как с картинки их очень много здесь я не чувствую запах вообще и 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 Еще один день, поэтому мы ходим по ресторанам, ну точнее по кафешкам, конечно, но выглядит так красиво. Мы взяли одно и то же блюдо все втроем. И вот такие мы взяли десерты. Это категории, то есть лед со вкусом. Состружка из льда с соусом из зеленого чао, из битмы сливки. И что там еще? Паста из красных бобов и мочи. Вот эта штучка. Они просто мороженые с гранолой и с ягодками. Глядит очень вкусно. Огромный тарелок, сейчас покажу в сравнении. Решили, что у нас сегодня день икс и вышли на пробежку до ближайшего спортивного парка, если его можно так назвать. Прибежали полтора километра. Сегодня будем бегать два. Ну и что, до дома? Огромный тарелок. Огромный тарелок. Субтитры сделал DimaTorzok 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 мы обе знаем че за виагра все не там стопи все все еще еще мы помним певцов ладно пиздин забыли нам сколько лет тысячи девятый будешь буду дети когда вы буду буду максим всем отпускать в стопроцентное попадание жанр фриске название где-то лето где-то лето за собой градусы враг друг режиссер твой взгляд твой свет который так не нужен где угла и били вот было время Бриллианты Биатра Лучшие друзья от девушек бриллианты Что-то из этих слов название Бриллианты Серебро Это старая версия серебро Мани что-то там Песня номер один Хорошая песня Губин какой-то Наверно Не знаю что Ты знаешь таких людей? Да Бандерас! Манхэттен Звери Курталы Разбисся Ой я помню мне было совсем мало бед Фейс Фейс Калашников Фараон Тел Одним целом Одним целом Фейс Егор крит Будущий бывший Я тебе недавно говорю Я говорю Будущий Будущий бывший Она говорит Вау какая фраза Кто такое придумал? Ну я говорю Игорь Клиффин Вообще Гениально Я говорю Триста шесть Триста шесть Триста шесть Да Мы на походе повесим Фейс А песня? Бургер Бургер Тема белорусских Не забудка По 05 Или нет? Не забуду Не забывай Да витаминка второй раз Это наша любимая песня Это наша любимая песня Фейс Юморист Это нас пол Гаязов Бразерс Ещё Пустите меня нас пол Это кто такие Хамали навали Почти Навалил и отвалил Клава Кока Краш И не лето Краш Паргенштейн Элджей Кадиллак Элджей Минимал Опять? Да Нет Дисконнект Дисконнект Проиграл Знаешь? Не знаю Меги Элджей 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 Этоп Элджей о Элджей О мы работали 9 месяцев. Конечно, это была очень хорошая подработка, она нам очень много опыта, мне кажется, принесла, и так мы уже прикипели к этому заводу, так грустно, с одной стороны, от этого увольняться уже как второй дом. Но нужно с него сдвигаться, это стопроцентно, потому что это такая подработка для начинающих, мы уже можем устроиться в более серьезную, какое-нибудь заведение, фирму, поэтому мы увольняемся. Будем искать сейчас новую работу. Да, я думаю, на следующей неделе мы уже пойдем на собеседование, какое-нибудь есть у нас наметки по поводу будущей работы. Эра завода закончилась. Да, наконец-то, новый сезон. Начинаем сначала. На самом деле, мы пока даже не знаем, что нас сегодня ждет, мы взяли форму, она у нас по удачному стечению обстоятельств была уже постирана, и сейчас мы придем и скажем, что мы увольняемся, но не знаю, что нам ответит. Так что, возможно, у нас сегодня будет последний день, и нам придется поработать, а может быть, нам сейчас скажут, что все. Сваливайте, до свидания. Проводят нас, и у нас закончится так наш эпизод. Мы пришли и надеялись, что нас отпустят прямо сейчас. Нам сказали работать еще четыре дня, включая сегодняшний. И только потом мы уходим. Потом мы перестаем быть миньонами, а становимся нормальными людьми. Все, это наш последний день. Осматриваем шкафчик и увольняемся. Рада? Очень. Наконец-то. Мы больше не заводские работяги. Так странно в этом кабинете нас устраивали на работу. Сейчас мы пришли с вещами. Скорее всего, мы уходим. Сейчас подпишем необходимые документы. Поставим сейчас нашу печать именную, и все. Свободны, как ветер. Безработны, как бедняки. Вот представляете, насколько в жизни все переплетено. Мы вот сейчас пошли увольняться с работы, уволились. Выходим, буквально выходим с завода. За нами закрывается дверь. Мы выворачиваем за угол, и нас окликает старушка. Японка старенькая. И нам едет на велосипеде и кричит. Извините, 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 можно вас спросить? Просто мы останавливаемся. Она падает с этого практически велосипеда в таком вот эмоциональном возбуждении. Подъеме. Да. И такая, а вы откуда? А вы почему здесь находитесь? Вы что здесь делаете? Почему я здесь рядом живу? Почему вы белые люди здесь уходите? Мы такие, ну мы учимся, мы приехали учиться, здесь работаем. Она такая, не может быть. Она в шоке была. Не может быть. И при этом всем она пытается разговаривать немножко на английском. И в какой-то момент выдает такая, вы знаете, я очень люблю иностранцев. Я преподаю английский детям. Они такие, о, интересная информация. И она такая, а можно с вами подружиться? Дайте мне ваши контакты. Ну мы ей дали наши контакты. Она была так рада. Она была просто, мне кажется, это было самое счастливое событие в ее жизни. Да. Она назвала пить чай к себе. Она говорит, я живу здесь очень-очень рядом. Пойдемте попьем чай. Но если вы заняты, нормально, ничего страшного. В следующий раз, потом, хорошо. Да, 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 да. Да, это странно для японцев, но иногда они выдают такие вещи периодически. Да, с крайности в крайности. Да, конечно, пить чай мы не пойдем к рандомному человеку с улицы. Но вот такое знакомство, представляете? Бывает. У меня сразу в голове всплывает мысль, что вот когда закрывается одна дверь в твоей жизни, ты увольняешься или там какой-то человек уходит из твоей жизни, сразу же всегда в этот же момент открывается другая дверь. Может быть, мы не просто так встретили эту бабулю. Мы ходили сюда по этой дороге на работу 9 месяцев и никто никогда в жизни на нас не обращал внимания. А сейчас вот последний день буквально. Мы пришли сюда на полчаса, чтобы уволиться, и тетя нас выцепила. Всем привет, ребята. Сегодня иду в парикмахерскую, постараюсь снять, как происходит визит в салон красоты в Японии. Второй раз иду. Ну, первый раз в другую парикмахерскую ходила, в этот раз выбрала ту, которая ближе к дому. Посмотрим, что будет. Стеснялись меня, что я прислала к ним белая женщина и начала что-то говорить. Они испугались, во-первых, что я ничего не пойму. Во-вторых, испугались, что славянский волос, возможно, они не смогут нормально сделать. Но, по-моему, нормально. Конечно, на японский стиль такой здесь модно-влажный эффект. Вот. Ну, вот такое. Не знаю. Хочу себя еще в полный рост снять где-нибудь. Я обещала показать свой аутфит вам, ребятам. Ну, скажите, классный костюмчик. С вами вместе покупали же тогда в жиле, да? Вообще. Супер. Тоня, как тебе моя прическа? Супер. А что ты сделал? Да, я знаю, что все напишут, что ничего не поменялось. Тебя содрали много денег. Да, с меня содрали много денег за то, что мне жиром намазали голову. Ну, конечно, я помою после вот этого японского масла. Помою будет классно. Так-так. Ну, прямые, да, волосы? Чтобы когда сезон дождей не бушились. А то тебя подстриг. У меня подстриг какой-то человек ужасный, который мне обрубил просто все криво, как будто мне собаки откусили волосы. Человек за кадром. Что вообще хочу сказать про посещение салонов красоты в Японии? Вот у меня теперь есть двухразовый опыт посещения салонов. И я хочу сказать, что это очень сильный стресс, если вы плохо знаете японский. Если вы вот только приехали, плохо знаете японский, не уверены как бы в себе. Лучше в Токио где-нибудь, где много есть салонов с англоговорящим стафом, лучше записываться туда. И как бы вы избежите многих проблем, потому что, когда приходишь в японский салон, они начинают как бы, во-первых, очень сильно показывать сервис, очень уважительно разговаривать, очень быстро, что ты перестаешь вообще понимать. Даже если ты что-то понимаешь, все просто в ноль и очень сильный стресс. Плюс, ну как бы ты должен понять то, что они говорят и как минимум объяснить то, что ты хочешь. Иначе как бы у тебя на голове будет непонятно что. Поэтому я посоветовала на первые посещения салонов искать те, где могут понять, что вы на английском говорите. Ребята, добро пожаловать в распаковку моего заказа с Шейна. Давайте вместе его откроем и посмотрим, что я заказала. Так, что у нас есть в этом пакете? Первое. Это маска для сна. У меня порвалась моя масочка для сна очень давно уже. Я искала везде. Почему-то в Японии не пользуются популярностью маски для сна. Не знаю почему, я заказала вот такую вот самую простенькую, но она очень мягенькая. Регулируется. Прошу заметить, вообще классно должно быть. Следующее, что лежит в пакетике. Часики. Я заказала наручные часы, чтобы их надевать на экзамен. Когда мы ходим сдавать GLPC, международный экзамен, который сдают все иностранцы. Вот такие вот часики мне понравились по фотографии. Тоже заказала самые простенькие, просто чтобы на экзамене видеть, сколько осталось времени на каждой части. Потому что в прошлый раз мы ходили на экзамен, там вообще не было часов. И, ну естественно, когда ты не видишь, сколько тебе осталось минут до конца, это постоянно стресс. А зачем стресс на экзамене? Я надеюсь, они хотя бы будут идти. Вроде, вроде батарейки никакой не надо. Сейчас я настрою время и сразу посмотрим. О, тикают, тикают. Подводить их, видимо, не надо. Ну, тикают. Завтра утром сверим, правильно хоть они идут или нет. Но выглядит ничего, скажите. Симпатично. Так, следующее, что я заказала. Самая нужная вещь в Японии в начале лета. Зонт. Зонт в футляре. Я специально взяла футляр, который такой, воду не пропускает. Чтобы вот если дождик под замкиком походил, закинул этот футляр и можно в сумку убрать и не протечет эта дождевая вода. Зонтик против дождя. И, судя по тому, что он черный изнутри, он еще против солнца. Удобно, я считаю. Посмотрим, как будет в действии. Потому что меня задолбала дождь. Задолбало постоянно внезапно под ним промокать. Я просто себе закину его в сумку и буду с ним ходить. Такая таблеточка. Я случайно заказала два чехла для наушников. Я это обнаружила, когда я уже заплатила за заказ и возвращать не хотелось. Поэтому пришло два. У нас в Sony будут два одинаковых чехла для наушников. Мне кажется, очень миленький. Вот. Вот такой вот мишка. Здесь будут наушники. Еще к этому мишку есть вот такой брелочек. Можем прицепить мишку к мишке. Прелесть. Вообще, мне так нравится. Я так ждала. И второй такой же. И последнее, но не по значению. Это селфи-палка. Ладно, это не селфи-палка. Это... Что-то выпало. Это держатель для телефона. Чтобы мы наше видео снимали более стабильно. Чтобы не держали в руке, не закрывали рукой динамик. Вот так вот сюда поставим камеру. И вот так будем идти разговаривать. И когда захотим сесть, что-то поговорить, вот так вот сделаем, поставим и тоже будем разговаривать. О! Здесь еще какая-то кнопка. О! 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 Вот какой штатив может быть. Высокий достаточно. О! Вот так вот можно сесть. И вот так вот разговаривать. И вот это, походу это, да, это пультик. То есть можно куда-то поставить его далеко от себя, отойти, нажать кнопочку и он будет снимать. Только я, конечно, не представляю, как это работает. Вот так вот будем нажимать и снимать. Все попробуем. На этом распаковка от Шейна заканчивается. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, вам было интересно. Если хотите еще больше распаковок, а я могу это делать, потому что я каждый месяц заказываю всякое барахло, пишите в комментариях. Хочу больше распаковок. На этом все, ребята. Надеюсь, вам понравилось наше видео. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Также ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.